57-летняя Валентина Борзых так и не смогла объяснить, как получилось, что ее автомобиль свернул на обочину и задавил насмерть трех человек и еще одну женщину сильно травмировал. Родные погибших уверяют, виновница страшного ДТП разговаривала по мобильному, уронила его и наклонилась, чтобы поднять, а потом перепутала педали газа и тормоза. Валентина Борзых говорит, что этого не помнит. Я прошу простить меня, я передаю частично свою льду. Я была за рулем, значит я должна была что-то сделать, но что случилось, я не знаю. ДТП произошло неподалеку от Березовки. На обочине дороги сельчане торговали овощами, вокруг стояли покупатели. И вот набирая скорость, она начинает шибать. Сталкивается с Юшко, наносит травму ей машина Жигули, потом Марины муж сразу перекидывается через нее, и вот мой отец, и Юшко, Яковлева Наталья. Они перекидываются, и вот машина по инерции их сносит, вместе с помидорами, с арбузами все тут летит и разворачивается, ударяется об этот баннер. В аварии одна из этих женщин потеряла отца, вторая – мужа, а семилетний внук Натальи Яковлевой остался без матери. Она меня лишила, дочери моей родной, моей кривой кровиночки. Да что, успокойтесь, успокойтесь. Когда потеряете ребенка, тогда поймете, что такое, успокойтесь. И когда малыш ходит и плачет постоянно, ищет по головному ночью, стояла. Версию, что автомобиль подсудимой внезапно сломался, не подтвердила экспертиза. Более того, специалисты пришли к выводу, что у водителя была возможность избежать наезда на пешеходов. Дорога была свободна. Валентина Борзых, подъезжая к селу, должна была снизить скорость до 60 км в час. А ехала она, согласно материалам дела, со скоростью как минимум 90. Суд приговорил Амурчанку к 4,5 годам лишения свободы из 7 возможных, так как учел смягчающие обстоятельства, состояние здоровья, частичное признание вины, немолодой возраст и возмещение материального ущерба. Подсудимая Борзых, Валентина Николаевна, добровольно оплатила материальный ущерб, заявленный гражданскими истцами и потерпевшими по уголовному делу, в связи с чем наказание не может быть более 2-3 от максимального наказания, то есть от 7 лет. На два года женщину лишили водительских прав. Семьям погибших осужденная должна будет выплатить по миллиону рублей в качестве морального вреда. Потерпевшие пока не решили, будут ли они обжаловать приговор. При этом позиция подсудимой их не удовлетворила. Она так и не признала полностью своей вины. А после оглашения приговора заявила, бог судья тем, кто добился, чтобы ее заключили под стражу. Наталья Храмова, Евгений Налабордин, Альфа Новости.